Привет, любимые! Меня зовут Денис Косяков. Сейчас будем проверять мои познания в области кинематографа. Хочется верить, ну, мне лично, что я хорошо помню все фильмы. Но, боюсь, это может оказаться и не совсем так. Подписывайтесь на мой канал. Так и называется Денис Косяков. С фантазией, конечно, у меня такое себе. Я там тоже говорю иногда о кино. Уж больно я его люблю. Еще чаще, правда, про КВН. Но кино я тоже люблю. Не меньше, чем, собственно, создатель этого канала. Все, давайте начинать. Погнали! Итак, это очень просто. Ой, 12 раздневных мужчин. Джентльмены удачи. Один из любимых моих фильмов в детстве. Вот только понять бы, в поисках Немо или в поисках Дори. Хочется верить, что это в поисках Немо. Так, это Джон Уик, но понять бы, какая часть. С этой бородой Киану Ривз был только в Джоне Уике, да? Что это за мужик стоит к нему спиной? Понять бы, кто это, и тогда можно было бы понять, какая это часть. Ладно, допустим, это первый Джон Уик. Отлично. Ой, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Это же... Сейчас, сейчас. Этот фильм назывался... Где же я был в этом дурацком наряде? Еще и не бритый. Это фильм моего товарища. Это фильм моего товарища. Второй его фильм Рейк. А этот фильм назывался... Это была антология из трех фильмов. Одну из новелл снял Вова Мистюков. И называлась эта антология Погоня за мечтой. Да. Ну, это классика. Как это, можно не знать. Это четыре комнаты. Прекрасное кино. Очень точное. Это Анфиса Черных замечательная. Она у нас снималась в острове, кстати, в пилоте. Потом она вымахала, и на 15-летнюю уже не была похожа, поэтому ее заменили. А еще она начала учиться. Классная актриса. Это географа-глобус прото. Неплохое кино. Невероятная жизнь у Уолтера Митти. Шерлок. Шерлок. Свадьба была, если не ошибаюсь, в третьем сезоне. Странное кино. Первая половина великолепная, но вторая началась вот эта вот корейская е... Не могут они снять нормальное кино никак. Олдбой. Великолепное кино в конце. Что? Чего за откусывание языков? Тут тоже куда они ушли? Эти паразиты. Опачки. Судя по W и количеству детей, это Чарли и Шоколадная фабрика. И судя по качеству видео, это скорее всего ремейк уже с Джонни Дэм. Идеальные незнакомцы. Вот с идеальными незнакомцами была, конечно, история. Вышли идеальные незнакомцы. Генеральный, а нет, главный редактор на тот момент канала ТНТ. Говорит, Денис, посмотри, классный фильм вышел. Напиши адаптацию. Я думаю, прикольно. Начал писать адаптацию. Написал адаптацию, приношу на канал. Он говорит, а уже «Квартет И» снимает. Вот думаю, с*** их. Но у «Квартета И» получилось лучше. Они молодцы. Вот террас. Справа это тот ирландский актер, с которым у меня почему-то не складываются отношения. У меня почему-то его фильмы не заходят. Головой понимаешь, что он крутой. И фильмы вроде как хорошие. Но это Голгофа, что ли? Так, ошибся я. Того же режиссера. А режиссер до Голгофа снял... А, «Однажды в Ирландии». Это считается за балл, да? Я как бы угадал. Отлично. Великолепное кино, как Леха Штырь вез Витьку Чеснока. То есть, наоборот, Витька Чеснок, Леха Штыря. У дома инвалидов. Вот тоже, конечно, удивительная особенность. Главный герой – жуткая мразь. Все герои этого фильма – ублюдки. Ты ненавидишь всех. При этом умудряешься им сопереживать. Уникально. Обычно такого не получается. Обычно, если герой – мразь, то ты не можешь на это смотреть. А тут прямо вот. «Аллеринская». А значит, это фильм «Неадекватные люди». «Чикаго». Ой, в смысле, Чикаго, да, Чикаго. Как он там назывался-то, блин, а? Это эпизод 7, по идее? Ну, стоп, какой 7? В смысле, 7 – это новый. Это эпизод 1, наоборот. А эпизод 1 – это «Призрачные угрозы». Но это значит не он, соответственно. Это не он. Это не он. Не фанат я «Звездных войн». Не понимаю я их прелести, к сожалению. Понимаю фанатизм многих людей, а сам не смог приобщиться к этому всему. Так. Была, значит, «Призрачная угроза». Война клонов, значит. Опять нет. Войны клонов. Ну, вместо «Ситхов» я бы, наверное, даже и не вспомнил. Это какой-нибудь странный форсаж. Учитывая, что виндизель еще худой, это, может быть, первый форсаж. Вычислить какой-то форсаж? По задникам? Во-первых, вы думаете, что я смотрел форсаж, а я не видел ни одной серии. То есть, как много-много лет назад вышел этот пацанский боевик про тачки, я сразу понял, о-о-о, ребят, это франшиза мимо меня. С тех пор я... Ну, хорошо, это... «Токийский дрифт». Блин, это нереально было угадать. «Преста хорерс». Вот мой английский, конечно. Судя по заголовку, это, видимо, в центре внимания. А с аниме-то у меня проблемки. Меч, определенная стилистика нарисованная. Где же, где же, где же я это видел? Это какой-то... И, по-моему, это не аниме. Какой-то другой стиль. Что-то американское. Что-то американское, вот так вот нарисованное. А что у нас так было нарисовано? Из последних только в «Человеке-пауке». Там другая была тоже нарисовка. Американский мультфильм какой-то. Судя по всему, с рейтингом «Р». Слушай, нарисован так, не попсово. «Не с последнего». Да это совсем не с последнего, понятно. С последнего я бы помнил. Секундочку. Это не мультфильм. Это воспоминания Люси Лью. Это убить Билла. Ай, хорошо. Черт. А с американской-то классикой Касабланка, что ли? Я не смотрел к своему стыду, но я... Я в информационном поле. Обожаю игры. Обожаю. Это легко, это друзья. Хотя, ну я просто хотел сказать, что никогда не был фанатом друзей. На ситкомы подсел только с задержки в развитии. Вот это, по-моему, блестящий ситком. А вот такие, как «Друзья», как «Теория большого взрыва», мнения все оказались очень простыми. То есть я понимаю, почему люди их любят, но... Спасибо, Дениси. Крем закончен. А-а-а. Да хорош, это же так просто. Вот это да. На втором вопросе. Так просто, так знакомо. Откуда это? Блин, да ладно. Черт, это так знакомо. Фильм. Нет, это не фильм. Это еще и сериал. Слишком знакомое что-то, слишком. Что? Разумеется. Я не смотрел этот сериал, ни одной серии. Я ничего не знаю про «Твин Пикс». Сам виноват. Эх. Блин. Вот как отличить эти саундтреки к батальным сценам? Они все так похожи. Очень специфические гитары в начале. Что это? Это «Матрица». Убить Билла. Что это? Неудивительно, что я этого не знал. Еще и тема «Чудо-женщины». Так, сейчас вспомнить бы, из какого конкретно это фильмы. Ну, «Джентльмены удачи», видимо. Нет, значит... А, бриллиантовая рука, конечно, что я туплю, разумеется. Да, саундтреками у меня похуже. Просто у меня слуха нет. Я и в ноты не впадаю, и музыку поэтому не запоминаю. Ну все, я продул, короче. Какая-то стилизация под 60-е. Я бы сказал, что это агенты «Анкл», но из агентов «Анкл» я знаю хорошо саундтрек. Это не «Они». Но вот тоже куда-то туда. Что-то такое. Остин Пауэр? С 60-ми это ремейк фильма 60-х. А, может быть, какие-нибудь славные парни. Ремейк фильма 60-х. Их у нас было не так много. Такая музыка могла быть где? Она могла быть «12 друзей Оушена», «Однажды в Голливуде» Тарантино. Но это все не они. Какая-то такая еще тема, что-то там происходит. Какая-то нарезка. А точно ли все они? А, серьезно? Оушен? Хорошо. Ну, могу предположить, что это какой-нибудь Джон Уик. Но это не Оля. Что это? Да, ребят. Ну, вы и кино, конечно, задаете. Досмотреть-то этот фильм, подвиг. А тут еще и музыку из него вспомнить. О! Какая хорошая музыка. Зараза. Взяли бы из Эмили музыку, я бы вспомнил. А вот это? Что это? Я не смотрел хатика. Стыд мне и позор. Стыд и позор. О! Опять вот что-то туда. К ограблениям и в 60-м. Ну, может, хоть это славные парни какие-нибудь. Какое-то ограбление. Удача Логана? Что-то более, видимо, известное. Здесь я толку вас, наверное, скинушки на поиске. А, даже так, батюшки. Ай, что-то безумно знакомое. Как же я где-то рядом. Давай, давай, память. Сдаюсь. Ай, блин. Ну, конечно же. Титаник? Что это? Нет, нет, нет. Какой Титаник? Там вот эта флейта. Это мультик вообще какой-то. Это не Гарри Поттер, но, возможно, это Услин Колец с такой музыкой. Какая часть? Первая? Так, последний, самый сложный, да? А что, музыка-то где? Что мне поставили? Что это? А где музыка? Это начало. Сейчас должна музыка начаться, она не начинается. Не, ну это нереально. Ну как? Там весь сантракт-пинг. Весь такой? Выживший. Танцы с волками. Откуда может быть этот саундтрек? Серьезно, там весь такой саундтрек? Эх, ну вот видите, вот плохо быть человеком без слуха. И петь не могу, и в викторине проиграл. С цитатами, я надеюсь, будет попроще. Это все-таки не музыка. С этим у меня получше. Поехали. Вы знаете, что смешав бензин с апельсиновым соком, можно изготовить напалму. Нет, я не знал, а это правда? Правда. Это, видимо, бойцовский клуб, скорее всего. Сейчас он про мыло скажет. Если захотите. Бойцовский клуб. Никогда не ран быть тем, кем хочешь быть. Нет временных рамок. Начни, когда захочешь. Ты можешь измениться или остаться прежней. Для этого нет каких-то правил. Мы можем сделать лучший или худший выбор. Десятых фильмов можно подобрать, куда это подойдет. Начиная от фильма с этим молодым Брюсом Уиллисом, заканчивая вообще чем угодно. Нет временных рамок. Кто-то там что-то по воде шлепает. Что-то про время, про выбор. Это же я прям люблю все эти фильмы. Я это сто процентов смотрел. Слишком минорно и лирично для «Назад в будущее». Там и не было таких реплик. Это не они. Это что-то другое. Выбор, выбор. Менялся. Когда не поздно. Нет никаких рамок. И не день сурка. Что это? Это «Остров». Сейчас даже скажу серию. А если задание будет переспать с кем-то из парней? Не будет такого задания. Ну а вдруг? По-моему, «Пятый» или типа того. Ну, короче, «Остров» первый сезон. Главная гонка под Аван. Ты пришел первым. Мистер Ходли? Ну, это-то хотя бы призрачная угроза. Тоже не призрачная угроза? Война клонов, значит? Что, и это мистит? А, подожди. Под Аван в смысле. Стоп, тогда секундочку. А-а-а. Это такая честь. Холидай. Это честь для меня. Так это же тачки первые тогда получается. Стоп, нет. Подожди секундочку. Чего? Анарад. Анарад? Это такая честь. Фильм, где очень много оценивают. А-а-а, «Холидай». Господи, боже мой. Ну, конечно же, «Холидай». И этот же книга, великолепный фильм. Похуже, конечно. Я так его ждал. Первому игроку приготовиться. Мистер Холидай. Ну что я туплю? Блин, я не смотрел это кино. Сейчас попробую догадаться, что это. Рэймонд, ты знаешь различия между братом и Уолбраком? Рэймонд, Уолбрак, брат Чарли. Я этот фильм не смотрел. Может быть, это «Человек дождя». Да. Ха, спасибо. У меня плохой характер. Это у меня-то он плохой? Да! Кто сказал? Хором, это еще не значит, что так считает каждый из вас. Я спрашиваю, кто лично. Вот ты, плохой у меня характер? Да. Смелый, из-за этого прощаю. Ваши друзья утверждают, что вы такой резкий и раздражительный, потому что вовремя не женились. Вот тут бы еще понять, это советское кино или это советская озвучка. Похожие на то и на другое причем. То есть вполне это может быть какое-то французское кино, которое озвучено. У меня плохой характер. Скорее всего так и есть. Это у меня тоже плохой? Да-да-да, озвучка 100% озвучка. Кто сказал? Да, это французское что-то. Нет, не французское, блин. Ну да, там бы наверняка был Луи де Финесса, если бы это было французское. А голос Луи де Финесса спутать нереально ни с чем, озвучку в смысле нашу. Они срослись. Советская озвучка. И было же не так много. Ну разумеется, господи, ну что я. Плохой характер, потому что не женились. Упрощение Строптивого. Проблема, которую мы пытаемся решить, в том, что есть богатые команды и есть бедные команды. Потом 50 метров говна, а затем мы. Слушайте, ну это не честная игра. Нас выпотрошили. Мы как доноры органов для богатых. Проблема. Команда. Озвучка, судя по всему, Брэд Питт. А раз что-то про команды и с Брэд Питтом, значит это тот фильм, который я не смотрел. И скорее всего... Ну не скорее всего, в смысле я не так много фильмов с ним не смотрел. Человек, который изменил все. Я хотел, чтобы вы преодолели пределы ожидаемого. Так. Я думаю, что... Это абсолютно необходимо. Иначе мы лишим мир нового Луи Армстронга. Нового Чарли Паркера. А, ну-ка, ну-ка. Я хотел, чтобы вы преодолели пределы ожидаемого. Хочется сказать, что это зеленая книга, но там не было вопроса о том, лишим ли мы кого-то нового Луи Армстронга. Он уже состоявшаяся звезда. Одержимость. А, да, одержимость. Одержимость. Ты моя ма... Моя ма... Меня зовут Лорейн. Озвучка. Лорейн Бейнс. Да. Но ты... Такая... Человек-паук какой-то? Такая... Голос просто озвучивает тот же. Стройная. Успокойся, Кельвин. Ты сильно ушибся головой. Так. Ты моя... Ты моя мама. Меня зовут Лорейн. А, ну значит, это назад будущее, раз ты моя мама. Конечно. Да. Дорогой папа. Какая часть? Он вернулся в прошлое. Получается, это первая часть. Конечно. Дорогой папа. Я решил на некоторое время покончить с путешествиями. Поэтому нашел ночную работу в больнице, где познакомился со славными людьми. Как же приятно жить спокойной жизнью, просыпаться каждый день в одной и той же постели. Кто знает, а вдруг я найду здесь человека, с которым смогу устроить свою жизнь? Ух ты, интересно. Что-то знакомое. Завязал с путешествиями. Дорогой папа, я завязал с путешествиями и устроился в больницу. Интересно. Давайте. Так не вспоминаю, но давайте рассуждать логически. Сын пишет отцу. Молодой парень. У него была беспокойная жизнь. Путешествие. Мотало на силу. Он каждый раз просыпался в разных постелях. А сейчас устроился в больницу. Специфические навыки, значит, у него, раз он в больницу устроился. Как интересно. Так, папа, папа, папа. Обычно во всех фильмах это сирота или человек без отца. Отец должен был воспитать и погибнуть. Торжественно. Чтобы потом герой обрел отца через наставника. Здесь все иначе. Здесь у него отец жив и он ему пишет. Если, конечно, это не какой-то хитрый ход, что он пишет умершему отцу, но мало похоже. Значит, он что? Живом, живом он пишет отцу. То есть, сын пишет отцу, ему надоело путешествовать. Не помню, что это? А, про людей. Вопрос на 5 баллов. А можно попробовать угадать актера? Дорогой папа, я решил на некоторое время покончить с путешествиями. Начну работой в больнице. Это мог быть вампир, который работает по ночам и пьет кровь там. Но это не про вампира явно. Слишком какой-то добрый голосок. Актера. Если бы вспомнил актера, я бы и фильм наверняка угадал. Это какие-то фантастические миры или это он где-то здесь путешествовал. Это наши плюс-минус, наши дни. Это вряд ли какие-то древние времена. Был какой-то фильм, где... Ааа, секундочку. Отцу совершенно точно писал Ди Каприо в фильме «Поймай меня, если сможешь». Да, это «Поймай меня, если сможешь». Да? Вытащил, вытащил из-под сознания. Далеко засунул удочку. Чувствую, музыка грустная. Он писал, и да, а отец-то уже все. Итак, а давайте я буду тянуть все зелененькие. Я же приехал сюда из Зеленограда. Кто это в гриме? Ух ты! Показывать не надо? Черт побери. На Ермольника похож, но это не он. Какой хороший грим. Да еще и черно-белая фотография. Ё-ка. А лицо-то знакомое, да, я его точно знаю. Какой-то супер-известный чувак. При этом такой хороший грим, что я не могу его узнать. Но это какое-то старое кино. Соответственно, актер молодой. Сейчас он по-другому выглядит. Чуть ли не Аль Пачино даже. Как же он на Ермольника похож, это очень забивает. Кажется, я два балла прохукал. Аль Пачино молодой. Кто это? Да, конечно, конечно. А ведь я не так давно смотрел с ним фильм. Мог бы и узнать. Битвы разумов, который на самом деле называется ученый и сумасшедший, как он там назывался. Мэдмен энд... Не важно, так себе фильм, честно говоря. Очень слабо. Видно, что дебют в режиссуре, прям это очень чувствуется. Мы заменили персонажей фильма другими героями, которых играли те же актеры, какой это фильм. Ага. Ван Хельсинг по просьбе примирившихся Гэндальфа и Босли направляется в прошлое, чтобы образумить мистера Тумнуса и не дать Китнес Эвердин обречь всех на смерть. Окей. Ван Хельсинг и Китнес Эвердин снимались у нас не в таком большом количестве фильмов вместе и, скорее всего, это дни минувшего будущего. Да и фильмов, где возвращаются в прошлое, не так уж и много. А уже в днях минувшего будущего, где так много отсылок из Терминатора, я их просто не мог не запомнить. Чья это цитата? Это не первый раз, когда меня путают с Райаном Рейнольдсом. Данила Якушева? Это начинает выходить из-под контроля. Райан — это точно какая-то ошибка, но раз уж я уже здесь, если ты не возражаешь, продолжим. Кого у нас могут путать с Райаном Рейнольдсом? Этого? Как его? А, стоп, нет. Райан Рейнольдс — это Дэдпул. И его, скорее всего, путают с любимчик моей жены, будь он не ладен. Бывает же такое, на языке крутится, ну, знаете. Вот из-за того, что я прочел Райан Рейнольдс, я теперь хочу его назвать Райаном Рейнольдсом. А его зовут славные парни, бегущие по лезвию. Его зовут... Как такое бывает-то? Есть Райан Рейнольдс, это Дэдпул, забыли, и... С***, Райан Рейнольдс. А его, на самом деле, зовут... Райан Гострин, конечно, конечно. Да, перепутал. Бывает. Ну, хоть не Данила Якушева. Вот все. Теперь у меня все Райан Рейнольдсы приехали. Этот... Ричард Гир... Нет. Стоп. В заложнице, который... Ну, это не он, получается. Глаза, глаза, глаза. Этот хитрый взгляд. Стало сложнее. Сейчас, сейчас, сейчас. Хитрый дед. Но это не Гендальф. С этим вашим Райаном Рейнольдсом. Все. В голове теперь только это имя. Давай, давай, давай. Память, память. Очень известный взгляд. Я 100% знаю, но мозг закостенел. Какой стыд. Гайзенберга не узнать. Конечно, этот взгляд. Вот здесь мне стыдно. Вот здесь мне стыдно. Не узнать Брайана Крэнстона, это было очень стыдно. Есть там фильмы, которые я мог не видеть, или это сраный форсаж. А вот тут, вот тут реально стыдно. Брайан Крэнстон. Первый драфт. На стадии задумки этот проект должен был рассказывать о судьбе гуманистов, освобождающих животных из клеток, но планы создателей изменились. Что они создали в итоге? О, это интересно. Это логическое что-то. Так, явно не Матрица, хотя очень похоже. Много ли у нас фильмов, где есть какие-то люди, которые кого-то освобождают? Если у них планы изменились, то животные перестали быть животными, скорее всего. И теперь кто-то кого-то освобождает откуда-то. Сложно. Животные в клетках. Это у нас Мадагас. Мадагаскар. Где у нас был осьминог? А, это в поисках Дори. Большой побег, отвратительная позорище Диснеевская. Может это быть Мадагаскар? А, да, все так просто. Всего-то. Я-то искал какие-то аналогии, а тут буквально про животных в клетках. А, скучно. Скучно. Все, закончились зелененькие. Ну, давайте тогда оранжевый. Хороший цвет. Угадай фильм по отрывку негативной рецензии зрительской рецензии. Ребята, вы прекрасны. Ох уж эти рецензисты, рецензеры, они бывают крайне отвратительные. Вы знаете, что у фильма Джокер рейтинг ниже, чем у Охотницы за привидением? Потому что там, в частности, я даже в Твиттере написал этому, этой, как обозвать трансгендера? Трансгендеру. Я написал ему, очень поругался. Он поставил низкую оценку Джокеру, потому что этот фильм его не веселил. Что за люди эти? Это вот на Rotten Tomatoes. Это чтобы вы понимали объективность сайта Rotten Tomatoes. Не поймите меня неправильно, но о какой социальной проблеме может идти речь, когда у тебя самого не получается нормально взаимодействовать с окружающим миром? Почему бы не попытаться научиться на своих же ошибках и не постараться совершенствовать себя? Будь то шутки в стендапе или взаимоотношения полов. Если человек делает плохой продукт или не умеет себя вести с людьми, то мы отвергаем таких не потому, что мы в конец прогнили, но это же про Джокера и есть как раз. Забавно. Тут нет автора? Может быть, это именно с ним я и ругался как раз? И оранжевые закончились. Ребят, вы плохо подготовились? Вопрос на логику. Обожаю. Более полувека назад этот мультфильм получил вместо одной оскарской статуэтки восемь. Семь из них были очень маленькими. Это слишком легко. Белоснежка. И семь гномов. Дисней, конечно же. Мы заменили все имена в синопсисе фильма с кинопоиска. Что это за фильм? Так, интересно. Застенчивый... Мне нравится ваша викторина. Прикольно. Застенчивый и меланхоличный Виктор живет ничем не примечательной, серой и унылой жизнью. Но однажды вместо привычного рабочего маршрута молодой человек вдруг садится на электричку в другом направлении и устремляется к морю. На песчаном берегу Виктор замечает девушку с ярко-синими волосами. На обратном пути они знакомятся в вагоне электрички и парень понимает, что у них с Галиной очень много общего, как будто он уже знает эту девушку. Совсем скоро Виктор поймет, что действительно был знаком с ней. Более того, они были парой. То есть вы здесь всего лишь заменили имена. То есть все остальное это буквально синопсис с кинопоиска. Это по идее слишком просто, но это видимо какой-то достаточно в меру неизвестный фильм. Это известный фильм. Тут он довольно подробный синопсис и как бы начало фильма сложно такое не запомнить. Много ли у нас ярко-синих волос в кино, кроме Мальвины? Человеку потерли память у нас в Вспомнить все. В Мементу у него по другой причине. Он там и не ездил ни к какому морю. У него другие были приколы. В ремейке Вспомнить все нет. Яркие девушки у нас Статуров и Дракона. Там тоже ничего такого не было. В Хэнкоке они были парой, но он не помнит. Но там он не был застенчивым и меланхоличным. У него в офисе работал. Слушайте, есть ощущение, что я, вероятно, его не смотрел, потому что я бы вспомнил. Ну, как бы слишком подробный синопсис, чтобы его забыть. Что это? Это фильм, который я постоянно хочу посмотреть, потому что это Джим Керри и Гадри. Я почему-то в детстве его что-то не совсем понял и не стал смотреть. А сейчас, когда посмотрел, шучу, я понял, что Гадри реально гений. И мне необходимо посмотреть целиком, нормально взять и посмотреть Вечное сияние чистого разума. И я до сих пор этого не сделал. И вот здесь мне стыдно даже больше, чем на Брайане Крэнстоне. Скоро, кстати, второй сезон, шучу, если им удастся сохранить примерно такой же уровень, чтобы в каждой сцене была какая-то настолько крутая придумка, чтобы каждая сцена была так же решена, но это... Я буду просто дичайшим фанатом Гадри. В пародийном видео этот актер пел о сыгранном ему персонаже, о ком персонаж идет речь. Песня. Ты не могла бы дать мне руку, потому что у меня всего одна. Я скучаю по пальцам, как ты скучаешь по сну. Ты думаешь о... Такой живой пацан, я был его дядей и отцом. С одной рукой у нас, конечно, Люк Скайуокер. Я был его дядей и отцом. Кто-то еще у нас есть с одной рукой и при этом... А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Ну, конечно же. Я был его дядей и отцом. Ну, что я туплю. Кристофер Ван Вандау. Как его там произносит эта фамилия? Джейми Ланнистер. Угадай фильм по отрывку негативной рецензии. Зверьской рецензии, ребята. Ваш стиль почувствуется. Куски с именами опущены Нет смысла перечислять все эти бесчисленные моменты Когда все, что нужно было сделать для прекращения функционирования Это нажать спусковой крючок Совершенно загадочным остается момент неиспользования Метательных ножей, игл, сайт, топоров и так далее Кстати, самое удачное решение по умершвлению Это при обнаружении цели Что по логике нужно делать максимально скрытно Изобразить из себя лужу Ползти к неуловимому джо И без лишних хлопот проткнуть его заостренным металлическим стержнем От ягодиц до темечка Приятно, что именно этим фильмом мы заканчиваем нашу викторину Потому что неуловимый джо Фамилия у него, разумеется, Конор Но он бы долго, Т-1000 бы долго полз лужей Негативная рецензия на Терминатор С*** Я набрал 74 балла из 100 Это не так плохо, но, конечно, я рассчитывал на большее Две катастрофических ошибки, очень стыдных я допустил Это меня и подкосило Ну и еще отсутствие музыкального слуха Но, тем не менее, это было неплохо Как мне кажется, спасибо за внимание Напоминаю, подписывайтесь на мой канал Поговорим там о фильмах тоже Спасибо, шикарные Ставьте лайк этому видео Репостите его, вдруг так еще делают Хочется, чтобы в этой викторине принимало участие больше людей И больше людей это видели Любите кино Пока, шикарные